Задолго до того, как все мы стали проводить свою юность, подготовки к получению высшего образования, к поиску интересной работы и финансовой независимости, юные леди подобные нам были обязаны посещать уроки «Хороших монет», где им рассказывали о правилах этикеты и о том, как следует себя вести. Добро пожаловать в нашу школу «Хороших монет», которую мы назвали в честь библейской героини Исфирь. Ангелина Луник – ведущая проекта и профессиональная модель. Знает, что такое хорошие манеры и как они помогают в разных ситуациях. Уверена в том, что добрая традиция быть вежливой при любых обстоятельствах поможет тебе и твоим подругам достичь своей цели. Юная леди, сегодня расскажу тебе, что следует говорить и делать, а чего не следует и почему. Тебе следует сказать спасибо подруге, которая сказала, как мило выглядят твои волосы, собранный хвостик. Не следует говорить, это потому что я не мыла четыре дня голову. Почему? Вряд ли кому-то надо знать секреты твоей личной гигиены. Поэтому более подходящий ответ – спасибо. Тебе следует сказать спасибо, когда учительница хвалит твои старания, которые ты приложила для написания эссе. Не следует говорить. Правда? Ой, да это я сегодня утром написала в автобусе по пути в школу. Почему? Даже если ты особо не напрягалась для выполнения задания, ты же не хочешь, чтобы учитель чувствовал себя глупо. Поэтому самый подходящий ответ – спасибо. Тебе следует сказать спасибо другу, который похвалил выполненный углем эскиз, который увидел на художественной школьной выставке. Не следует говорить. Та картинка, да она не очень хорошая. Когда кто-то делает комплименты твоим талантам, невежливо намекать человеку на то, что он понятия не имеет, о чем он говорит. Поэтому самое подходящее слово – спасибо. Если ты думаешь, что кто-то по-настоящему что-то сделал хорошее, кто-то красиво одет, скажи ему об этом. Не следует держать при себе свои мысли, даже если ты очень застенчива и не знаешь хорошо человека. Возможность пройдет, и ты будешь жалеть, что ее упустила. Почему? Ты никогда не совершишь ошибку и не поступишь неправильно, сказав кому-нибудь что-то хорошее. Тебе следует говорить комплименты искренне, когда действительно тебе что-то понравилось. Не следует говорить что-то приятное, просто потому что нужно что-то сказать. Если ты будешь говорить своей подруге, как она прекрасно выглядит каждый раз, когда ты ее видишь, то она перестанет верить тебе, потому что даже супермодели не выглядят фантастически каждый день. И помни, леди знают, что любезно принимать комплименты так же важно, как искренне делать их. Школу хороших манер мы не случайно назвали по имени библейской героиния Сфирь. И моя задача познакомить вас не только с историей, которая писана в одноименной книге Ветхого Завета Библии, но и с ее духовными уроками. В прошлый раз мы говорили об Амане. Сегодня обсудим поступок Мардахея. Некоторые из вас могут задаваться вопросом, почему Мардахей не склонил голову перед Аманом, тем самым показывая свое уважение? Был ли Мардахей настолько горд? В конце концов, Аман стоял у власти, являлся вторым человеком после царя. «Дело в том, что Аман был амаликитянином, то есть принадлежал к народу Амалика. Ну и что, спросите вы, что в этом плохого?» К сожалению, они названы врагами самого Бога. «И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу на вину, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя «Иегова неси». Ибо сказал он «Рука на престоле Господа, броню Господа против амалика из рода в род». Мардахей знал об этом. И у него было два варианта, как поступить. Чтить Амана, врага Бога, и тем самым не почитать Слово Божие, либо уважать Слово Божие и отказаться чтить Амана. Действительно, никто не может сказать, что он стоит за Бога, если он готов при первой же возможности пойти на компромисс с Божьим Словом. Мардахей решил не предавать, довериться Слову Божьему и не показывать уважение врагу Бога, кланяясь Ему. Другими словами, он решил стоять за Бога, веря, что Бог спасет его. Очень часто мы не знаем, как поступить правильно. Мы можем испытывать страх, нуждаться в мужестве и мудром совете. Я точно знаю, что в таких случаях помогает молитва, обращенная к Богу и доверия тому, что написано в Его Слове. Редактор субтитров А.Семкин